Девушки отдыхают Девушки отдыхают За это решение проголосовали 9 из 13 членов СССР Указ президента РФ Ельцина Девушки отдыхают В то время как в стране тропической Африки И те, где были последние диктаторские режимы Уходят от этого Россия идет к этому режиму Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... Я гражданин СССР Мишин Виктор Александрович, 1959 года рождения. Согласно Международного частного права Европейской конвенции, Конституции основного закона СССР, я не выходил из гражданства СССР и не принимал гражданство Российской Федерации. Также я заявляю, что Российская Федерация не обладает Конституцией Российской Федерации, которая принята и является основным законом государства. Также, что Российская Федерация не обладает правом предоставления гражданства Российской Федерации, поэтому все население России не обладает гражданством Российской Федерации. Заявляю о том, что согласно проекту Конституции Российской Федерации от 1993 года, второй раздел указывает на то, что сейчас действует Конституция основной закон РСФСР в рамках СССР. Дело в том, что российский паспорт, по сути дела, свидетельствует о том, кто управляет Россией, кто является настоящим хозяином России, кто властвует над нами, над нами россиянами. Но если мы обратим внимание получше, то мы вот увидим такую вот козлиную рожицу. Вот смотрите, вот видно, нет, вот это вот как бы рога такие, вот они вот рога, рога, вот такая козлиная морда. Вот эти вот козлиные морды, они как бы очередно друг за другом идут. То есть это чистый такой сатанинский символ. Вот смотрите, вот видно, нет, вот написано Россия, Россия. И слово Россия, оно как бы закобылено в такие вот шестерки. Два раза по шесть, две, 666. То есть 666 из книги Откровения мы знаем это число зверя. И вот как бы вся Россия, она как бы находится под шестерками. Два раза 666. То есть она находится в пленении, в пленении зверя, в пленении дьявола находится. я не обучаю родятся свои можете прятать а у вас лицензии ну на право введения там чуть осматриваете меня досматривают кстати 13 федеральный закон о полиции пункт 16 а чё выше федеральный закон о полиции или конституция давайте мы сейчас посмотрим просморить что-то конституции или нет вы признаете этот документ открываем статью 15 здесь сказано конституция российской федерации имеет выше юридическую силу прямое действие и применяется на все территории российской федерации это так открываем переходные положения считаем одновременно прекращается действие конституции основного закона российской федерации россии принятие 12 апреля 78 года с последующими изменениями и дополнениями 11 апреля 78 года не было российской федерации баррес фср правильно то есть конституцию рсср никто не отменял правильно вот читаем одновременно прекращается действие конституции основного закона российской федерации россии принятые 12 апреля 78 года с последующими изменениями то есть конституцию рсср никто не отменял то есть если никто не отменял значит искусства российской федерации не существует конституционный суд сказал то что он не в состоянии решить здесь вопросы а раз он конституционный суд не в состоянии решить то вы тогда тем более то есть если сейчас будете меня там или осматриваться чего вы превышаете свои полномочия вот посмотрите вот выписки из налоговую я взял на министерство внутренних дел ходите пожалуйста ознакомьтесь вы можете немножко отвлекайте меня от службы посмотрите я тогда пойду и вас не буду отвлекать вам всего хорошего до свидания предъявите предъявите пожалуйста ваши документы не надо мое служебное удостоверение я вам показываю удостоверение стоя служебное подождите пожалуйста удостоверение не можете снимать его хорошо я вот так прочитаю так значит Карибуллин Рим Рифатович 6904 так значит ваше удостоверение личности можно удостоверение личности Служебное удостоверение не является удостоверением личности я хочу убедиться то что вы Рим Рифатович предъявите пожалуйста в гражданском кодексе это написано что удостоверению является у нас паспорт Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение личности. Вы представляете МВД? Я говорю, я вам представился. То есть вы отказываетесь? Когда я вас останавливаю, я вам представился. Я у вас еще раз спрашиваю. Вы сотрудник ДПС, инспектор, 4-й взводы, 3-й батальона, ГИПТОД, МВД. А у вас доверенность есть? Что? У вас доверенность есть? Вы проверяющие лицо? Предписание есть у меня проверять? Да, есть. Да? Ну, покажите, пожалуйста. Я хочу убедиться, что у вас есть доверенность действовать от имени МВД, ГИБДД. Вы не имеете права. Имею право. Потому что у вас нет приписания. Пожалуйста, если вы... Какого приписания? Есть гражданский кодекс, которым вы должны руководствоваться. Хорошо, гражданский кодекс давайте посмотрим. Давайте несите гражданский кодекс. Я вам сейчас покажу выписку из налоговой. Давайте, давайте. Так, вот выписка из налоговой. Печать видите? Что это такое? Министерство внутренних дел по республике Татарстан. Это документ на вас. Вот здесь вот сказано. А, вот что там сказано? Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица. Должность. Министр Хохорин Артем Валерьевич. Все, все остальные должны действовать по доверенности. У вас доверенность есть? А здесь не без итакси. Я вот вам показываю, какую доверенность. Вы, какой-то показатель А420, который действительно... Вы уверены? Я вам показываю, наверное. Если вы считаете то, что... Если вы считаете то, что оно недействительно, тогда вы должны составить акт, то, что я вам предъявляю, фальшивый документ. У меня вот стоит печать. Из налоговой. У меня есть выписка, официальный документ. Я вам еще раз повторяю. Я не знаю, кто вы. Удостоверение личности предъявите. Я не знаю, кто вы. Я вам тоже не обязан в таком случае. Ну что, может, в фотографии переклеили? Вы признаете этот документ? Вы этот документ признаете? Потом не будете говорить, что это... Полиция вам... Одновременно прекращает действие Конституции Основного закона Российской Федерации и России, принятый 12 апреля 1978 года. В последующем времени... 12 апреля 1978 года не было Российской Федерации, была РССР. То есть Конституция РССР никто не отменял, правильно? И что? То есть на данной территории действует Конституция РССР. Нет, мы с этим... Вы кто? Я хочу сказать... Я хочу узнать, вы кто? Я гражданин Советского Союза. Подождите, я гражданин Советского Союза. Вы находитесь на моей территории? Да. На каком основании владели форму непонятного государства? Я в чем вы застрашиваете? У меня есть соответствующие документы... Вы в какой стране родились? Вы в какой стране родились? Какого года рождены? Я вам говорю, что Российская Федерация не существует. Я вам сейчас юридическим языком это доказал. Конституцию РССР никто не отменял. Мы будем устанавливать, кто вы такие тут стоите. Ребята, я гражданин Советского Союза. Я перемещаюсь по своей территории. Вы кто? Вы на моей территории стоите в непонятной форме. Это моя территория. Я гражданин Советского Союза. Это не наша территория. Еще раз я вам повторяю. Я говорю, это моя территория. Покажите мне документы. Откуда у Российской Федерации территория? Предъявите мне такие документы. У Российской Федерации нет таких документов. Вы не проверяющий. Я проверяющий. Я уполномоченный по правам человека Союза СССР. У вас нет полномочий. У меня есть документы, которые это подтверждают. Все, сначала документы порядка. Предъявите, потом будете спорить. Артем Александрович. Все, ладно. Перемене нормально пристегуйте. Хорошо, давайте. Вот я приняю. Если вы все равно, потом вы поедете. Внимательно прочитайте закон полиции. И вот... Конституцию изучите. Вот это очень другое. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей. И у берез и тополей.